Жуковский Владислав Сергеевич, член Президиума Столыпинского клуба. Голлеги, спасибо за предоставленное слово. Я, пожалуй, разовью эту мысль замечательно о том, что в стране социально-экономический кризис, валютно-финансовый кризис перерастает в кризис социально-общественно-политического типа. И то, что мы видели коллапс Единой России и публично поддержанных президентом губернаторов в Приморье, отчасти в Хакасии, во Владимире и в Хабаровске, говорит о том, что действительно последние людоедские антисоциальные реформы, предпринятые властью, четко показали, что нету больше вот этой старой замечательной мульки, что царь хороший, бояре плохие. Стало четко понятно, что на самом деле есть 95% социально-трудового большинства, которые воспринимаются правящей властью как некая дойная корова, которую можно все меньше кормить, чаще пинать, бить и доить, а дальше пустить уже на вытягивание жил, на состригание шкур и мяса. Ну и, собственно говоря, там 1% избранного населения страны, который даже по оценкам банка Credit Suisse сегодня контролирует порядка 57% всей собственности в стране. Напомню, что оставшиеся 50% контролируют меньше, если не ошибаюсь, 2% собственности в нашей стране. Тот факт, что российские власти в экстренном порядке в 11 регионах только за последние полтора месяца сняли губернаторов и занимаются имитацией бурной деятельности, что вот мы проводим омоложение, тоже о многом говорит, власть испугалась населения, население почувствовало, что называется запах крови, что от них что-то может зависеть. Последние 16 лет нам рассказывали сказки, что не надо ходить на выборы, что на выборах ничего не меняется, что митинги, протесты, это все некий такой, знаете, вот междусобочек в песочнице, на самом деле нет. И тот факт, что у нас уже в 35 регионах страны местные власти, губернаторы находятся у власти меньше одного года, тоже показательно говорит о том, что вот эта пресловутая вертикаль, вот это сакральное виолончельное царство постепенно сыпется. Значит, что касается экономики, то надо просто мысли немножко раздеть, мне кажется. Вот мы видим, что пришла осень, и у нас стабильность снова отклеилась. У нас в августе, в сентябре месяце возобновилось падение реальных располагаемых доходов населения, причем они падали с конца 2014 года до конца 2017 года, немножко поросли в 2018 году, ну и снова в августе, в сентябре упали на 1,5%. Инфляция ускорилась с 2,2% до 3,5%. Очевидно, что реальный темп роста цен минимум 8-10%, поэтому реальные масштабы падения уровня жизни населения не 1,5%, как нам рассказывает Руссад, ну а минимум 5-6%. Одновременно с этим мы видим возобновившееся падение в сельском хозяйстве и затяжной инвестиционный кризис вместе с падением ввода жилья в эксплуатацию, тоже примерно 3-4%. Значит, что делают власти, чтобы оживить экономику, точнее, судя по всему, чтобы ее добить? Проводят замечательные антисоциальные реформы, закручивают гайки. Повышение НДС на 2% пункта, о чем уже говорил Михаил Геннадьевич Делягин и прочие спикеры, только в 2019 году дополнительно из карманов каждого гражданина страны изымут около 640 миллиардов рублей. До 2024 года суммарно мы все, как бы и потребители, конечно, и товаропроизводители, потеряем около 4 триллионов рублей. Плюс замечательная бессрочная заморозка пенсионных накоплений. В 2014 году вся эта эпопея затевалась тем, чтобы повысить устойчивость пенсионной системы, для того, чтобы сделать ее более прозрачной, более устойчивой, чтобы не государственные пенсионные фонды не лопались. Чем это закончилось? То, что уже 6-й, 7-й год подряд идет заморозка этой пенсионной накопительной части пенсии, это примерно 6% от фонда оплаты труда каждого сидящего в этой аудитории. Суммарно за последние годы таким образом было взято около 4 триллионов рублей. То есть это тот самый пенсионный грабеж вкупе с повышением пенсионного возраста. Ну и плюс, само собой, повышение пенсионного возраста. Это как минимум еще 2 триллиона рублей на горизонте до 2024 года. И повышение акцизов, плюс налоговый маневр в нефтяной отрасли, которые уже привели к 15% скачку цен на бензин и на дизель в апреле-майе. И неизбежно приведут к очередному скачку цен на топливо уже в январе следующего года. Минфин и Минэнерго бьют тревогу, потому что Минэнерго и Минэкономика бьют тревогу, потому что Минфин не готов отказаться от полуторакратного повышения акцизов на горючие-самалочные материалы. Плюс ко всему у нас проведена шоковая девальвация рубля. Ну так под шумок, чтобы никто не понял. Напомню, что у нас падение рубля с 55 до 65 рублей за доллар происходило не в условиях какого-то коллапса на глобальных товарно-сырьевых рынках, не на фоне обвального падения цен на нефть или цен на газ. Вообще-то нефть подорожала с 62 до 83 долларов за бочку, а рубль упал у нас более чем на 17% за эти же самые полгода. Поэтому рублевая бочка нефти бьет абсолютно исторический максимум, выросла с 3500 рублей до 5700 рублей. У нас, как было правильно сказано, бюджет захлебывается от притока нефтедолларов. У нас колоссальнейший профицит внешней торговли, больше 135 миллиардов долларов. У нас рекордный профицит счета текущих операций, то есть совокупного дохода страны от внешнеэкономической деятельности. Более 79 миллиардов долларов за последние три квартала 2018 года. Профицит бюджета превысил 2,5 триллиона рублей, то есть доходы стабильно превышают расходы. И на ближайшую трехлетку в федеральном законе написано, что у нас будет накопленным итогом не дефицит, а профицит. Тоже 4,3 триллиона рублей. То есть денег, как говорится, как у дурака махорки, причем, судя по всему, главное слово здесь далеко будет не махорка. И нам при всем при этом предлагают дальше закручивать гайки, дальше повышать акцизы, дальше повышать кадастровую оценку недвижимости, увеличивать разного рода госпошлины. Ну и, собственно говоря, судя по всему, с пенсионной реформой тоже еще не все удары были нанесены. Поэтому не стоит удивляться, что за последние 8 лет, с 2008 года, российская экономика вообще практически не растет. То есть с 2008 по 2017 год у нас такой вот стабильный застой и стабилизерс. У нас экономика, то есть ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, фиксированных ценах 2011 года, то есть очистка от инфляции, выросла на 3%. То есть за 10 лет на 3%. Другими словами, мы ежегодно росли в среднем на 2,5% пункта. Чтобы вы понимали, пока мы росли на 3%, Китай вырос на 90%, Индия выросла на 70%. Замечательная страна Монголия выросла на 56%, Узбекистан на 65%, Вьетнам 53%, Турция 40%. Даже Польша выросла на 33%, пока мы здесь. Что называется, думаем, как бы еще обобрать население и бизнес. Ну и, пожалуй, самое интересное и очень важное. Нас объявили, ну как бы всех нас, да, россиян объявили новой российской нефтью. Это некая такая новая идеологема, стратегема пришла в голову администрации президента где-то года 3-4 назад. Поэтому было сказано, что давайте вот теперь россияне это новая нефть. И мы-то обрадовались, что про нас вспомнили, заговорили про человеческий капитал, а на самом деле решили жестче доить. Поэтому вот этот вектор 2014 года затягивания ГАЭК, он безусловно продолжится. И если мы хотим что-то здесь менять в другую сторону, то безусловно необходимо объединять усилия всех здравомыслящих национально-ориентивных патриотических сил. Будь то площадка партии дела, будь то площадка московской экономической формы, будь то прочие площадки альтернативные. Но нужно понимать, что объявлено населению и не сырьевому бизнесу промышленности война на уничтожение. Она будет продолжаться. Спасибо большое.